Мы сейчас все временно проживаем. Где-то вот будет жилье, которое хотя бы на месяц, на два, чтобы с семьей зайти? Мы пока на сутки, сутки двое расселились. Кто хочет проживать в санаториях Красноярска, в Красноярском заборе на длительное время, на тот период, пока восстановят жилье, построят, вместе с детьми туда переехать, то же самое. Если есть необходимость. Не надо ничего этого делать. Нет, есть пожелания, может быть, только... Ну, конечно, несчастье такое у нас случилось. Значит, зал Мазаровского на сегодняшний день может обеспечить всех жильем, новым жильем, благоустроенным жильем. То есть в 36-й гражданном доме у нас есть полночь, мы посчитали. Всех, кто пострадал, там 17 человек пострадали. Все эти 17 человек, в зависимости от количества состава семьи, могут, значит, получить квартиру, там, одну, двухкомнатную или трехкомнатную квартиру. За уже некоторые пришли, уже заключили, мы будем заключать, конечно, договора на эти квартиры. Проживание будет бесплатное, но за коммунальные услуги будете платить то, что вы на жгете воду и все остальное. То есть квартиры новые, совершенно, ни в чем никто не жил. Они сданы, нормальные квартиры. Так что, пожалуйста, те люди, которые, значит, работают, нас и все остальные, могут написать на материальную помощь, я сказал, это первое, то, что необходимо, это чашки, ложки, там и все остальное, такие, значит, ну, и с суммой примерно 150 тысяч рублей будет оказана материальная помощь. Так что все условия там проживания нам нормальные должны быть, все, все вы будете обеспечены. Как уже сказали, я тоже проходил, что губернатор говорил, что до осени, значит, ну, до осени, может, нет, но все равно уже такие, наверное, у нас есть, когда в Акасии сгорали дома, до осени не сделали дома. Ну, дома были там сделаны, конечно, такие брусовые небольшие дома, ну, а нам-то хотелось, чтобы, если будут они строить, восстанавливали эти дома, на то же, на то уже фундаменте, который есть, то есть, само основание кирпичное, оно, наверное, нужно посмотреть, оно будет, наверное, пригодное, ну, а остальное все отделка, наружная, внутренняя отделка, значит, крыша и кровли, и все остальное, это придется делать. Вот, если вас так устраивает, то, пожалуйста, на таком основании мы готовы с вами работать. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, нет. Мы вот сейчас заселимся в трехэтажку, а потом мы сможем вернуться на своем месте. Конечно, конечно.